Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Таня, и вы на моём канале, где я рассказываю всё о путешествиях, о новостях в сфере туризма и об отелях. Если вы ещё не подписаны, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новости и новые ролики. Сегодня мы с вами поговорим об отеле Intercontinental в центре города Москвы. В центре города Москвы много хороших отелей. В Intercontinental я была по работе, это была бизнес-поездка, где мы встречались с партнёрами, и у меня был забронирован одноместный номер. Самый главный плюс отеля Intercontinental, я считаю, это его расположение. Я жила во многих отелях в центре города Москвы, посещала Ридс Карлтон, Балчук Кимпинский и другие. И мне что очень понравилось в Intercontinental, что он расположен на улице Тверская. Выходишь из отеля, много магазинчиков, до Красной площади рукой подать 15 минут примерно ходьбы. Ну, я была на каблуках, минут за 25 дошла. Рядом большой театр, примерно 2 километра. И есть ресторанчики, куда можно зайти покушать, если вы не хотите в отеле. В отеле я проживала на базе завтраков. Ресторан находится, по-моему, на втором этаже, не помню на каком, но не на первом, потому что чуть-чуть с высоты мы смотрели на улицу Тверскую. Завтрак прекрасный, разнообразный, можно заказать горячие блюда и шведский стол достаточно разнообразный. Есть свежевыжатые соки, конечно, вода, чай, кофе. Всё это вы можете заказать. Номер у меня был стандартный, с одной большой кроватью. Что есть в номере? В номере есть мини-бар. Я видела, что где-то писали о том, что мини-бар платный. Вы знаете, я пользовалась им и в мой счёт не добавили мини-бар. Может быть, люди не знают, что он стал бесплатным или что он есть бесплатный. Но я пила соки. И есть набор для приготовления чая и кофе. В номере есть также халаты, тапочки, есть косметика и есть как ванная сама, так и душ. Что очень удобно. Из себя душ, не душ, а санузел представляет такие стеклянные стены. Мне, в принципе, всё понравилось. Мини-бар выезжает из-под тумбочки в телевизоре. На всякий случай, если вы поедете в этот отель и не знаете. Есть гладильная доска, что очень удобно для бизнес-поездок, зачастую в которых бываю я. Но этот отель подойдёт прекрасно и для семейного отдыха. В первую очередь, конечно, из-за расположения. Есть минус в этом отеле. Нет бассейна, как, например, в Волчук-Кемпинске. Но есть сауна и тренажёрный зал. Это всё бесплатно. Wi-Fi тоже в номере работает хорошо. Он также предоставляется бесплатно. Ещё один минус. Нет своей парковки. Но для центральных отелей Москвы это не такая большая редкость. Вернее, вы припарковать, конечно, можете. Просто эта парковка будет платна. Я сама в этот раз была без машины. То есть, поэтому за парковку не платила. Но слышала, что это, по-моему, порядка двух тысяч рублей за ночь. Вот и всё, о чём я хотела рассказать. Не забудьте подписаться на мой канал. Пишите ваши комментарии. Буду рада почитать. До встречи в следующем видео.